Глубоко, уважаемый Владимир Иванович, позвольте выразить большую благодарность вам и его комитету за возможность выступить на вашей конференции. Уважаемые коллеги, название доклада основано на практически 28-летнем курировании больных с туберкулезом на базе 7-й туберкулезной клинической больницы. В настоящее время это клиника номер 2 Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. В истории Новой России в проблеме нейротуберкулеза можно отчетливо было выделить два временных аспекта. Начиная с 90-х годов XX века зарегистрировано резкое ухудшение обстановки по туберкулезу. В эти годы заболеваемость в России возросла более чем в два раза, в том числе за разными формами также в два раза. Смертность от туберкулеза увеличилась более чем в два раза и уже при первичном обращении значительно чаще стали регистрироваться тяжелые, токсические и деструктивные формы туберкулеза легких и появились случаи с множественной лекарственной устойчивостью. И вот когда я пришел в центр борьбы с туберкулезом и на протяжении примерно 10-12 лет работы, я думал, что невролог встретится с такими широко описанными, известными патологиями нервной системы при туберкулезе, как туберкулезный менгенцефалит, туберкулезный спондилит, туберкулому головного мозга, но, к моему удивлению, количество специфических поражений нервной системы, несмотря на фактически эпидемию туберкулеза в нашей стране, было относительно немного. И на первом месте выявились другие патологии, с которыми пришлось больным работать. Как известно, свято место пусто не бывает, и вот на место туберкулезного менгета в те годы, да, извините, вот наши данные полностью совпадали с количеством больных, по крайней мере, с туберкулезным менгетом, поступивших в те годы в клинику номер один Центра борьбы с туберкулезом из монографии Валентина Ивановича Покровского, тогда практически по всей Москве было за пять лет зарегистрировано 84 пациента с туберкулезным менгенцефалитом, летальность у них составила 21%. И Валентин Иванович Покровский в своей монографии сделал вывод, что туберкулезный менгенцефалит является тяжелым, но все-таки редким патологией нервной системы у соответствующих больных. Но, как известно, святое место пусто не бывает, и на место туберкулезного менгета в те годы пришло и в настоящее время остается. Вот такая, мы будем называть ее, нозологическая форма, как синдром острой токсической энцефалопатии. Значит, что это за больные? Это, конечно, не пациенты тихих противотуберкулезных диспансеров. Это больные, которые поступают в туберкулезные стационары, работающие на скорую помощь. Это больные, которые поступают в общесоматические стационары с диагнозом тяжелая пневмония, интоксикация, и только при соответствующем обследовании ставится диагноз туберкулеза. А в неврологическом статусе у этих пациентов на фоне рассеянной неврологической симптоматики синдром нарушенного сознания, оглушение, сопр, кома. Могут ли быть у них менгиальные знаки? Да, у 30% больных отчетливо выявлялись менгиальные знаки, и приходилось проводить дифференциальный диагноз с туберкулезным менингитом. Летальность, кстати, у этих пациентов превышала летальность от туберкулезного менингита. 36% пациентов скончались. И первое, что было сделано, мы попытались клинически развести больных с синдромом острой токсической энцефалопатии и туберкулезным менингитом. Оказалось, что это, в общем-то, можно, и все это представлено на данной таблице. Но все-таки, если есть у больных менингеальный синдром, это аксиома, больных необходимо было пунктировать, и если при туберкулезном менингите выявлялись, как правило, воспалительные изменения в ликворе, то при синдроме острой токсической энцефалопатии воспалительных изменений в ликворе не было. Так же, как и клинически, не было симптомов поражения черепных нервов на основании мозга. В те годы мы широко в клинике занимались исследованием системы гемостаза, и у этих пациентов был выявлен практически во всех случаях, особенно которые закончились летально, синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания. На данном слайде представлено его определение. Это определение принято Российской ассоциацией по тромбозам, геморрагимы, патологии сосудов имени Александра Шмита и Кузнецова. Это нашло подтверждение при патоморфологическом исследовании, когда мы увидели внутрисосудистое микротромбообразование веновых ствола мозга, артерии, легкие пучки. И введение в лечение мероприятий по профилактике и купированию ДВС-синдрома привело к снижению летальности у данных больных. Вот там были основные лабораторные проявления ДВС-синдрома. Они представлены на данном слайде. Может быть, конечно, вопрос, а где же уровень фибриногена обычно при ДВС-синдроме снижен. Да, снижен, но не в клинике нервных болезней, тем более в инфекционной клинике. В связи с тем, что фибриноген является белком воспаления, при туберкулезе его уровень зашкаливает, поэтому ориентироваться на него не надо. На основании проведенных исследований мы предложили классификацию неврологических осложнений у больных, страдающих туберкулезом. Особенностью этой классификации заключается... Вот сама классификация, вот чем многие классификации не совсем устраивали нас, то, что в основном это было простое перечисление тех ситуаций, которые наблюдали пациенты. А все-таки в классификации должна быть определенная какая-то сущность. И в связи с этим основные поражения нервной системы, то, что мы видели и то, что видим сейчас, были разделены на четыре группы. Это поражения нервной системы, связанные непосредственно со специфическим туберкулезным процессом. Это неспецифические поражения нервной системы, связанные с антоксикацией, антоксикацией, гипоксией, нарушением гемостаза. Это, наконец, остаточное явление. Больные приходят на прием амбулаторный после перенесенного специфического туберкулезного процесса. И огромное количество пациентов с ядрогенными поражениями нервной системы. Поражениями нервной системы, которые возникают в процессе активного лечения туберкулеза. Поверьте, таких больных очень много, особенно они жалуются на неспецифические неврологические симптомы, головная боль, головокружение, астония, атаксия, нестагм. В настоящее время с целью аббацилирования используется сразу же пять противотуберкулезных препаратов. Первые три месяца, а потом три противотуберкулезных препарата. Эти препараты нужны для того, чтобы помочь больному с туберкулезом легких, но они очень тяжело влияют на состояние центральной и периферической нервной системы. Поэтому необходима разработка новых высокоэффективных методов прикрытия нервной системы в процессе активного лечения туберкулеза. Увы, одними витаминами группы В уже в настоящее время обойтись невозможно. Ну и что я хочу сказать, вот эта классификация была принята фтизиатрами и полностью опубликована в книге Валентина Ивановича Покровского с авторами одной из крупнейших монографий 2005 года туберкулезный менингит. Поверьте, это дорогого стоит, это было очень приятно. Ну а то, что эта классификация живая, и всегда все, что мы практически увидели или увидим новое, можно поставить в эту классификацию. Совсем недавний пример – это острый понтенами и линолиз у больного с туберкулезом легких. Этот пример, этот случай описан в последнем февральском номере журнала «Неврология и психиатрия». Это редкий случай, третий в мире случай при туберкулезе. Но, однако, он тоже нашел свое место и в этой классификации. Наряду с вышеизложенным неврологом, чрезвычайно актуальным явилось изучение особенностей течения известных заболеваний нервной системы, в частности, десаркуляторная энцефалопатия и инсульта у больных с туберкулезом. И что было выявлено здесь, что десаркуляторная энцефалопатия у подобных больных протекала с меньшей выраженностью клинических проявлений, чем у больных без туберкулеза. Не было проявлений сосудистого паркинсонизма, деменции. Реже выявляли очаговая симптоматика, что, вероятно, связана с длительным регулярным стационарным лечением и возможной адаптацией мозга к длительной гипоксии. А стенотические гемодинамические значимые стенозы у больных с десаркуляторной энцефалопатией на фоне туберкулеза не выявлялись, а у больных с десаркуляторной энцефалопатией без туберкулеза выявлялись в 15% случаев. Необходимо изучать, почему это происходило. В отношении паркинсонизма неврологи со стажем, наверное, помнят, что еще в 70-е, 80-е годы существовал, да и сейчас существует болгарский метод лечения паркинсонизма. Использовался препарат Белозон, одним из компонентов которого являлся изониазид, гидрозид из-за никотиновой кислоты, основной препарат, который используется для лечения больных с туберкулезом. Боли невропатии у данных больных носила черты как миелинопатии, так и аксонопатии. Порой выраженный болевой синдром больные отказываются от приема противотуберкулезных препаратов. Необходимо проводить мероприятия по борьбе с болью. Что сейчас? В настоящее время основным определяющим фактором поражения нервной системы при туберкулезе является наличие у пациента ВИЧ-инфекции. Нам вернулся туберкулезный менинг-энцефалит, туберкулезный спондилит с поражением спинного мозга, одновременно появился церебральный токсоплазмоз, цитомегаловирусный и другие инфекции. Сегодня об этом подробно говорилось в предыдущих докладах. Таким образом, на протяжении последних 25 лет сложились две парадоксальные ситуации. В так называемые лихие 90-е на фоне фактической эпидемии туберкулеза в нашей стране специфических поражений нервной системы было мало. А в настоящее время на фоне отчетливых успехов в борьбе с легочным туберкулезом, по крайней мере, в Москве, зарегистрировано резкий рост специфических тяжелых поражений нервной системы за время с 2002 по 2017 год. Но сразу вопрос, почему все-таки так часто возникает поражение нервной системы при туберкулезе на фоне ВИЧ-инфекции. Дело не только в иммунодефиците. Дело в том, что сам вирус иммунодефицита человека, поражая нервные клетки, глию, поражает эндотелий сосудов и приводит к нарушению проницаемости гематоэнцефалического барьера. А для того, чтобы человек заболел тем же туберкулезным менингитом, необходимо проникновение микобактерий под оболочки мозга. ВИЧ-инфекция не только увеличила количество туберкулезных поражений нервной системы, ВИЧ качественно изменил течение известных поражений нервной системы при туберкулезе, к чему, к сожалению, многие неврологи оказались не готовы. И немного статистики. За 2015 год общее число впервые выявленных больных туберкулезом в России составило 90 383 человека. Из них каждый пятый был ВИЧ-инфицирован. По самым осторожным прогнозам, к 2020 году 30% впервые выявленных больных туберкулезом будут ВИЧ-инфицированы. А количество вирусоносителей ВИЧ только по официальным данным превысило миллион. При этом, к сожалению, более чем 2-3 больных регистрируется на стадии 4B, 4V стадии, то есть на стадии СПИДа. И здесь мы впереди планеты всей. К сожалению, если в западных странах ВИЧ фиксируется, то он фиксируется на ранних этапах, но у нас на стадии выраженного иммунодефицита. И дело не только в том, что много больных с туберкулезными поражениями нервной системы. Изменилось течение. Посмотрите, пожалуйста, две группы больных. Одни, первая группа больных ВИЧ-положительный, другая группа ВИЧ-отрицательный. Как изменилось течение? Данное обследование. Больные ВИЧ-положительный. Откуда к нам поступают эти больные? Из хирургического стационара. У нас хирургия, из хирургического стационара. Туда больные поступают с туберкулезом кишечника, почек, печени, лимфатических узлов, селезенки. И одновременно у них туберкулез легкий, то есть генерализованный туберкулез и туберкулезный менингит. Заболевание может резко ухудшаться. Классически течение туберкулезного менингита постепенно со стадиями. Здесь может так, что сегодня вы с больным разговариваете, а через несколько часов больного уже нет. Резкая декомпенсация. Что, какая еще особенность? Невысокий цитоз в ликваре. Он может быть в 10-15% случаев вообще нормальный. Иммунодефицит. Цитоз небольшой. И данные патоморфологии. При ВИЧ-инфекции не происходит ограничение очагов воспаления. Не происходит выпадение на оболочек мозга специфических туберкулезных бугорков. Преобладают эксудативные некротические процессы. Отсюда явление энцефалита. Отсюда такая тяжесть течения. И летальность. 80, вспомните, 90-е годы, 21. Ну, много 21, конечно. Здесь 80, 90, а через полгода вообще почти под 100% погибают эти больные. Позвольте продемонстрировать некоторые слайды. Большой энцефалитический очаг полушарный у больного с туберкулезными энцефалитом в Толямусе. А это ребенок. У ребенка ВИЧ-инфицированного туберкулезный энцефалит протекает. Как водянка головного мозга. Огромные желудочки. Фактически мозгового вещества не видно. Почему? Даже удивительно, как он в этом приосмотре улыбается. Двигает ручками, ножками. Удивительно. А вот другой случай. Пациент поступил с диагнозом туберкулезный менингит. Диагноз был ему поставлен. Сделана лимбальная пункция. Очаговых симптомов не было. Но, как говорят, на лечении, извините за слово, больной не шел. Не улучшался. И он, более того, состояние стало ухудшаться. Он начал кричать от сильнейших головных болей. Сделали напротив Остроумской больницы ему магнитный резонанс. И схватили за голову. Увидели, что в правой височной доле отсюда и не было очаговых симптомов. Многокамерные образования. Нейрохирург расценил их как абсцесс. И сделал простую операцию. Трифинационное отверстие провел. Спунктировал эти образования. И каково было удивление, когда мы получили не гной, а огромное количество творожистой массы. А под микроскопом все кишело микобактериями. Окраска подселенильцином. Я покажу, как это выглядит. Это было одно из первых описаний. А дальше где-то у 10% больных абсцессы встречаются у этих больных с туберкулезным ментгенцефалитом. Причем локализация их крайне неприятная. Заднечерепная ямка. Отсюда был сделан вывод. И мы это четко придерживаемся. Каждому больному с подозрением на туберкулезный ментгенцефалит, который к нам поступает, прежде чем делать лимбальную пункцию, мы делаем нейровизуализацию. Благо, за это время у нас появились два спиральных компьютера томографа. Туберкулезный спондилит. Крайне редкая была патология в 90-е годы. Сейчас сплошь и рядом. На что хочется обратить внимание? Больные месяцами лечатся в поликлинике по поводу дошипотеи на фоне остеохондроза. Ну ладно, поясничного, а то на фоне грудного остеохондроза. Несмотря на то, что пациент чахнет на глазах, у него лихорадка. Поэтому, значит, просто бдительность надо проявлять с такими пациентами. Чаще всего у ВИЧ процесс идет изнутри. Вот так выглядит так называемый костоеда, поражение тел позвонков. Сегодня несколько раз упоминался церебральный токсоплазмоз. Что хочется сказать? Трудно его диагностировать? Да, достаточно трудно. Ибо церебральный токсоплазмоз не имеет ни одного специфического синдрома. В ликворе, если может быть полимеразно-цепная реакция на токсоплазму. Вот один и тот же больной. Вот этот очаг давал лобные расстройства психики. Очаг в верхнем отделе ствола давал альтернирующий синдром Вебера. Вот этот очаг давал эпилептические припадки с Джексоновским маршем. Что сейчас неуклонно мы делаем как бы аксиома? У любого больного с туберкулезом и СПИДом, если мы выявляем в острейший период очаговое поражение мозга, назначаем бисептол. Больные прекрасно идут на этом простом и известном препарате, если они страдают церебральным токсоплазмозом. А как еще церебральный токсоплазмоз может проявляться? Вот таким лейкоэнцефалитом. Но наиболее характерны вот такие кольцевидные очаги в различных отделах головного мозга. Поэтому методы нейровизуализации, конечно, нам очень стали помогать. Ну и вот случай больной с диссиминированным туберкулезом, одновременно с многоочаговым поражением мозга, как на векситальной поверхности, так и на медиальной поверхности. И одновременно у него поражение позвонков, чем многоуровневое поражение, туберкулезный спондилит. И одновременно здесь не видно у больного туберкулезный менингоэнцефалит. Поверьте, это реалия сегодняшнего дня, это не какой-то эксклюзивный случай, такие больные сплошь и рядом. Кстати, вот что это за очаги, мы так и не знаем. На противотоксоплазмозной терапии они у пациента остаются. Но так и есть, что существует поражение мозга при спиде неуточненного характера. Так выглядят туберкуломы в головном мозге. Классическая картина. Сирозно-гнойное поражение у больного с туберкулезным менингоэнцефалитом. Это очаг некроза при туберкулезном менингоэнцефалите. Нет ограничения воспаления. Преобладают эксцидативные процессы. Ну вот знаменитая окраска. Это тот пациент по целью Нильсену. На синем фоне красные микобактерии. Это классика. Вот так выглядят очаги церебрального токсоплазмоза. Я позволил себе показать данные патоморфологии, потому что пришлось учиться. Многие неврологи просто не видели такого и не присутствовали на секции. Вот как выглядит. Похоже даже на опухоль. А это так выглядит токсоплазма Гонди. Единственное прошу, не избавляйтесь от своих любимых кошек. Если не будет ни у кого спида, ВИЧ-инфекция, то никогда вы не заболеете токсоплазмозом. А это еще одна очень серьезная патология. Это цитомигаловирусный энцефалит. Вы видите включение. Болезнь гигантоклеточных включений в вирусные частицы. Заболевание проявляется по вентрикулитам, энцефалитам, ретинитам и тяжелой полиневропатией. ВИЧ нам будет преподносить самые разные сюрпризы. В кавычках. Вот редчайшее наблюдение. Системная нехорчинская лимфома у больного, страдающего туберкулезом и спидом, клинически протекающий синдром острый полирадикулоневропатии. Пациент, героиновый наркоман, страдающий туберкулезом, поступил в хирургическое отделение нашего центра с диагнозом язвенная болезнь желудка, состоявшееся желудочное кровотечение. Одновременно больной жаловался на то, что у него перестали работать мимические мышцы лица. Действительно, в неврологическом статусе у него была выявлена диплегия нервис фоциалис. Двухсторонний знаменитый симптом Белла. Одновременно он немножко поперхивался при еде и жаловался на небольшую слабость в ногах. За пять дней у него развелась вялая тетраплегия. Больной погиб от тяжелого бульбарного паралича, остановки дыхания и сердечной деятельности. Естественно, какой диагноз мы поставили? Мы поставили диагноз синдром Гиена Баррея. Что было на секции? На секции избежались этих больных, переводят для этой процедуры в инфекционную больницу номер два. Действительно подтвердился туберкулез. Вот он, туберкулезный бугорок. Ну а потом схватились все за голову, видающие многое, видящее патолгоанатомы. Значит, периферический нервы, в данном случае блуждающий нерв, был поражен Б-крупноклеточной лимфомой. Лимфомой. Значит, был поражен спиной мозг, спиной мозг, сердце, седалищный нерв. Вот если вы посмотрите монографию по синдрому Гиена Баррея Михаила Александровича Пирадова, то увидите подобную картинку, только там вокруг сосуд, его просвет, а вокруг лимфоциты. А это перевоскулярная инфильтрация седалищного нерва. Одновременно были поражены надпочечники и желудок. Естественно, ни о каком плазмоферезе, раз было кровотечение или введение иммуноглобулина G, здесь о речи не было. Особенность этого случая. Сама лимфома встречается в 5 случаях на 10 миллионов. Поражение периферической нервной системы 10%. Редчайший случай, однако, при ВИЧ-инфекции никто от этого не застрахован. В процессе введения подобных больных необходимо следить за Т-лимфоцитами, CD4. Количество границ это 200 клеток в одном микролитре. Если количество клеток упало, ждите тех или иных поражений нервной системы. А вот статистика. Помните, когда-то говорили, что умом Россию не понять, что ВИЧ у нас везде бушует, а сейчас АА у нас мало. Но, однако, посмотрите, что было в 1996 году и что сейчас. Темп распространения ВИЧ-инфекции, к сожалению, у нас одни из самых больших в мире. А это вот то, что мы посмотрели. Количество структуры сочетанных поражений нервной системы у больных с туберкулезом и ВИЧ. Ну, во-первых, вот за два года, насколько выросло это количество, увеличилось количество минингенцефалитов, ВИЧ-инцефалопатий, симптоматических эпилепсий и полинеэропатий. Ну, а в отношении туберкулезного минингенцефалита, вот посмотрите, сколько за три года. Вспомните еще раз, за пять лет в 90-е годы 84 человека. По данным Валентина Ивановича Покровского, здесь цифры говорят сами за себя. Учитывая, что еще несколько больниц туберкулезных в Москве принимают таких пациентов, можно сделать вывод, что количество больных с туберкулезным минингенцефалитом превысило количество больных с гнойными менингитами. В связи, возвращаясь к классификации, в связи с изложенную классификацию поражения нервной системы у больных с туберкулезом, можно дополнить большим разделом сочетанные поражения нервной системы у больных с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Вот, и сюда входят соответственные нозологические формы, а также неврология синдрома восстановления иммунной системы, СВИС. Что это такое? Под синдромом СВИС подразумевается резкое ухудшение состояния больного при назначении ему препаратов антиретровирусной терапии. У больных с ВИЧ, ассоциированным нейротуберкулезом, частота развития синдрома СВИС доходит до 30%. Если у больного нет туберкулеза, то до 20%. При этом могут обостряться латентно протекающие воспалительные процессы в ЦНС, усугубляться расстройства со стороны периферической нервной системы, возникает лихорадка, сирозиты. В связи с этим назначение антиретровирусной терапии должно проводиться не ранее, чем через 4 недели от начала специфической противотуберкулезной терапии. Для купирования можно использовать глюкокортикоиды МПВС, а порой приходится отменять антиретровирусную терапию. Задача невролога – вовремя диагностировать патологию со стороны нервной системы, особенно латентно протекающих. И небольшой фрагмент – это те больные, которые амбулаторно приходят. Амбулаторно тоже приходят больные. Это больные, молодые, как правило, больные, страдающие в большинстве случаев генерализованным туберкулезом или туберкулез множественных локализаций. Многие из них страдают инфицированной гепатитами В и С. Антиретровирусную терапию, кстати, это неплохой показатель, получало 23 пациента. И посмотрите, здесь уже совершенно другие поражения нервной системы. Где больные с туберкулезным менингом, энцефалитом? Это были больные только с последствиями. Это говорит о том, что больные просто погибали. Но все-таки вот с такими больными приходится работать. Цели направлений самые разные были к неврологу. Они на слайде представлены. Представлены результаты. На чем бы хотелось остановиться? Казалось бы, немного. У пяти больных наблюдались эпилептические припадки. Но во всех случаях это была симптоматическая эпилепсия. Ее причинами в двух наблюдениях был перенесенный туберкулезный менинг-энцефалит, в двух случаях текущий токсоплазмоз и у одного больного ВИЧ-энцефалопатия. Но все-таки пять человек на пятьдесят. Частота встречаемости эпилепсии у подобных больных в десять раз превышает среднюю в популяции. И больные необходимы тщательное обследование. Вы можете увидеть самую разную патологию. А это последствия гидроцефалии в области височной доли. Вот большой очаг последствия перенесенного менинг-энцефалита. Тоже гидроцефалия. Наиболее часто для лечения таким пациентам назначался карбамазепин. Реже препараты вольпровой кислоты или витероцетам. Обязательными компонентами явилось назначение гепатопротекторов. Учитывая токсическое воздействие как против туберкулезных, так и противосудорожных препаратов на печи, подобным пациентам рекомендуется систематический контроль биохимических показателей крови. Частой патологией обследованных пациентов была полиневропатия. Полиневропатия чаще носила характер дистально-симметричный сенсомоторный с преобладанием болевого компонента и, прежде всего, развивалась за счет миелинопатии. Фактически же полиневропатия у наблюдаемых больных носит смешанный характер. В ее развитии огромный вклад вносит нейротоксические эффекты активной противотуберкулезной и антиретровирусной терапии. В лечении мы применяли стандартные в настоящее время препараты теоктовой кислоты, витамины группы В, мероприятия по борьбе с болью, физиотерапии. Самые разные могут быть мононевропатии, в случае локтевой нерв, впоследствии герпезостр, дикий болевой синдром. В связи с этим соответствующие препараты противосудорожные применялись. ВИЧ-энцефалопатия отмечена у 27 больных. В неврологическом статусе у всех пациентов выявлено когнитивное нарушение, рассеянная неврологическая симптоматика, а при нейровизуализации выявлялось поражение белого вещества головного мозга. Сопутствующая туберкулезная интоксикация обуславливала наличие астенического синдрома и синдрома вегетативной дисфункции. Среди когнитивных расстройств преобладали нарушения памяти, критики и даже эйфории. А вот депрессия, которая участвует не у больных с туберкулезом, с ВИЧ без туберкулеза, выявлялась редко. Скорее, больные были некритичны к своему состоянию. И вот поражение, типичное поражение, поражение белого вещества. Приходилось им, ну, во-первых, диагностика, существует международная шкала исследования ВИЧ-деменции, хотя огромное количество шкал психологических можно тоже использовать при этом. И лечение в данном случае перечислено. Последнее, абсолютно нежелательное использование транквилизаторов и нейролептиков. Тем более, учитывая, что эти больные в 70-80% случаев это были наркоманы. Вот та больная, помните, с лейкоэнцефалитом на фоне токсоплазмоза, очаги крупные развалились, состояние больной вполне приличное. Приходят больные с последствиями перенесенного туберкулезного менганцефалита, в данном случае очаг в талямусе. Главная жалоба – это боли, хотя у больных был полноценный талямитский синдром. Для борьбы с болью применялись соответствующие препараты. Впоследствии от туберкулезного менганцефалита больной пришел, просил путевку в санаторий. Мягко ему пришлось сказать, что у вас грубые изменения в мозжечке, плюс у него были эпилептические припадки, поэтому рекомендовано было отговорить. Главной жалобой больной с туберкулезным спондилитом был болевой синдром. Еще раз на нем останавливаюсь. Самые разные локализации. Может процесс идти даже с диска. И вот тогда мы видим зубцы кремлевских стен, если так можно выразиться. Главное одно – у подобных больных не пропустить туберкулезный спондилит. Ну и проблема, всегда есть проблема. Это обнаружение многоочегового асимптомно протекающего поражения головного мозга. По данным КТ и МРТ больных необходимо госпитализировать для тщательного дообследования. Оказалось, у больного бывает латента, протекает туберкулезный менганцефалит, а это токсоплазмоз. Вот такие больные. И заключение. Таким образом, на амбулаторном приеме у невролога выявляется достаточно широкий спектр нозологических форм поражения нервной системы, которые из-за наличия комплекса факторов, текущий туберкулезный процесс, нередко использование больными ранее наркотических средств, применение или не применение антиретровирусных препаратов, протекает со своими особенностями. В связи с этим роль невролога в ведении подобных больных трудно переоценить. А методы нейровизуализации головного мозга я рекомендую проводить всем больным сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза, даже при отсутствии церебральных жалоб. Благодарность моим коллегам. И Владимир Иванович, я всегда посвящаю эту лекцию, этот доклад, Юрий Константинович Хохлов. Нашему завчерной части, бессменному, с которым мы в 90-м году пришли в больницу номер 7, Царство ему Небесное. Земля им будет пухом. Наша клиника, она при царе еще была сделана. Соколическая первая инфекционная больница в Москве. Спасибо, Алексей Алексеевич.